Поэтапный разбор происходящего выявляет истинные замыслы и тактику внешних, даже не оппонентов, а агрессоров. В течение последних 10 лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени Че. Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки. Конкретнее их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты. Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина. Каждый отрабатывал свою роль. Чехия с давних времен в качестве ресурсного хаба. Польша сначала как инкубатор медиаканалов, известных вам Белсад, Нехта и других. А затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАЭС, как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим, вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организатора устроилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться. И не позволим. Первый этап подготовительный. Неудавшиеся попытки цветных революций шестого-десятых годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. От технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти внутри. Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета номер 3 были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube, Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы. После пресечения попытки расшатать общество в 2017 году, стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах. Второй этап – парламентские выборы. За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских. Именно этот период на полную мощность заработала сеть специализированных телеграм-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего, с помощью фейков и фальсификаций. Кроме накачки информационных каналов в период парламентских выборов мы увидели тестирование новых форм уличной активности. Так, специально созданный под выборы молодежный блок под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроение недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась, на первый взгляд, неполитическая тематика. Закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее. Третий этап – подготовка к президентским выборам. На этом этапе зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая «героев» для разных целевых аудиторий. Так существенно активизировались воежи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера, которому пытались сформировать и международного борца. Одновременно посылая сигналы бизнесу и новым слоям, наращивалось присутствие в СМИ банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки. Выдвижением экс-помощника президента зарубежной стратегии попытались внести раздрай в настроение государственной элиты и прощупать ее лояльность к президенту. Власть же в этот непростой период, как вы помните, была полностью погружена борьбой с внезапно захлестнувшей мир пандемии COVID-19. Но вместо того, чтобы стать рядом в этой вообще мировой битве, так называемые независимые СМИ и телеграм-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству. Четвертый этап – президентская кампания. Теперь, когда общество было разогрето интернет-атаками, на белорусского избирателя обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов. Использование тактики парада пикетов, помните, сбор подписей, позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу несколькими претендентами. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием карусельных очередей по аналогии с Прибалтикой и хайпом от уличного творчества, как в свое время в Польше. А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. Шоу, которое рассчитано на массового зрителя. Свою тактику объединенный штаб построил на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами. Но в этот раз он приобрел новые балаганные формы. Одновременно были запущены фейки в мифических миллионах на зарубежных счетах президента. Показательной стала война социологии, телеграм-каналами. Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создания уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы. А власть проиграет. Пятый этап. Попытка майданного сценария. День выборов стал часом Х для попытки реализации майданного Блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах вроде «Честные люди», «Право выбора» и других. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера. Опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования служили поводом для агрессивной защиты украденных голосов. «Пришествующая промывка мозгов» в разы подогрела буйства протестующих 9 и 10 августа, ну 11 еще днем. Дальнейший замысел состоял в одномоментном выведении на улицы белорусских городов тысяч протестующих с последующим захватом административных зданий и культовых мест. В режиме онлайн подробно инструктировали координаторы из Чехии и Польши, цитата, «Нет переговоров, никаких переговоров, силы у нас, завтра будет нас больше, готовьте обращение о непризнании выборов США, Евросоюз, Россию, Китай, требуйте второй тур». С целью побудить как можно больше людей к активным действиям, чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ врага на лексическом уровне. Представители власти силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее. Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночника у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые сейчас еще находятся в госпиталях. Но в случае пассивности правоохранительных органов, которые нас все подталкивали, нас бы ожидало неизбежное уключение дальнейших майданных технологий, которые, как мы знаем из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны. Шестой этап. Поствыборный протест. Действия наших правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста. Тогда кукловоды резко сменили тактику, предоставив процесс в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и независящего от их воли. Ставку сделали на масштабность, продолжительность и широкую географию акций. Одновременно, и это не всегда, подсвечивается СМИ, взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки, ну а это вы видите в интернете кое-что. Рекомендации по форме одежды, экипировки, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей молотова, фейерверков, петард. Тиражируется базовое правило поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются гонконгские технологии одновременного сбора и обозначения в обозначенных местах спонтанной смены маршрутов синхронных действий протестующих. На новый уровень переходит массированное информационное воздействие, ведется спутниковое интернет-вещание в каналах. Управление и координация протестами осуществляется в прямом эфире круглосуточно. Одновременно предпринимается попытка раскачки забастовочного движения, в которое зарубежным кураторам так хотелось бы вовлечь трудовые коллективы, особенно флагманам белорусской экономики. Ожидания позиций, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались. Сегодня мы видим, как предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. Тиражируются инструкции по созданию народных дружин, групп самообороны. Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится. Седьмой этап. Попытка легализации инфраструктуры перемен. Создание так называемого координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. После бегства за рубеж организаторов протеста им пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче. Желательно со скандальной репутацией. Начинает активно эксплуатироваться война символик, борьба за памятные места, которые дороги каждому белорусу. Под контрольными в Варшаве каналом активно распространяется так называемый план Б, предусматривающий формирование параллельных якобы народных министерств, саботаж экономики и социальной сферы. Дошло до абсурда. Пытаясь стянуть страну в затяжной политический экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они ее называют. Неуплата налогов, коммунальных платежей, выхода из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку жертвам режима. Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает, никто из них никогда ничего не получал и не получит. Навязчивой идеей координационного совета основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ. Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштабы длительность процессов, изматывание сил и истощение ресурсов. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому мы не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов.